Всем привет! Сегодня мы снова готовим и я хочу поделиться рецептом очень классного супа, который быстр в приготовлении. Не требует никаких заморочек с готовкой и стояния у плиты, но самое главное его достоинство, то что при своей низкой калорийности он очень полезен для здоровья. В общем, со всех сторон, как ни посмотри, одна польза и удовольствие. Для приготовления этого чудо супа нам понадобятся следующие ингредиенты. Морковь, чеснок, лук. Обычно я использую белый, но просто у меня такого сегодня нет. Он даже будет лучше. И то, что здесь в Америке называется сквош. Это основной ингредиент. Для жителей Украины в данном случае это может быть или тыква, или кабачок. Хотя я бы выбрала тыкву суп, будет намного вкуснее. Вот эти вот все ингредиенты, за исключением селлеры, на нее мы пока не обращаем внимания, нарезаем среднего размера кусочками и укладываем в форму для запекания. Итак, форма мне понадобилась даже большая, чем я показала в начале, но это уже технические подробности. На дно этой формы я положила немножечко подсолнечного масла и все нарезанные овощи. Посолила, поперчила по вкусу и снова чуть-чуть добавила уже сверху подсолнечного масла. Кладите немного, поскольку избыток жира нам не нужен. Теперь о пропорциях. Кто-то может спросить, так какие же конкретно пропорции и соотношения тыквы, моркови, лука и чеснока в данном рецепте. Отвечу так, ребят, все зависит от ваших предпочтений и вкуса. Например, я морковь люблю очень сильно и кладу ее обычно всегда в больших количествах практически во все блюда. Если вы морковь не любите, делайте выводы. Но вот как по мне, здесь моркови недостаточно. Я добавлю еще одну штучку. То же самое касается лука и чеснока. В общем, вся эта красота отправляется в духовку и запекается до готовности. Ну а теперь напрашивается вопрос, для чего в самом начале у нас была заготовлена селлери. Дело в том, что для данного супа также нам понадобится куриный бульон, не супер жирный. Это, кстати, мой самый любимый вариант. Но сегодня у меня куриного бульона нет, поэтому я сделаю так называемый овощной бульон. Для этого в кипящую воду я брошу вот эту нарезанную селлери и дополнительно лук. Когда все эти овощи будут готовы, лук я удалю из этого бульона, попросту выброшу. И здесь тоже внимание. Если вы селлери любите и, в принципе, она хороша для диетических супов, можете оставить. Если селлери не любите, удаляем все, оставляем только вот этот бульончик со специями. Я в данном случае все-таки вот парочку селлери оставлю. Они тоже пойдут у нас в дело. Итак, мой овощной бульон готов. Сейчас я поудаляю лук и селлери, оставлю только воду со специями. Хотя, опять же, ребят, кто любит все овощные дела, вы можете не удалять. В таком случае все помещаете вот это в блендер. Кстати, селлери имеет волокнистую структуру, поэтому даже взбивая в блендере, вам, скорее всего, придется волокна удалить вручную. Но я не хочу этих трудностей, поэтому я возьму только водичку наваристую. Вот так выглядят мои овощи из духовки. Очень аппетитно. Как проверить, готово или нет? Нет, я вот так просто ложкой надавливаю, и вот явно видно, тыква супер мягкая, морковь тоже. Теперь все вот это чудо я отправлю сейчас в блендер сюда. Залью бульоном и буду взбивать до состояния однородной массы, добавляя, опять же, по вкусу соль, специи. И вот он наш суп абсолютно готов. Теперь вопрос, сколько класть бульона? Но ответ, я думаю, очевиден. Кладите его столько, чтобы суп был именно той консистенции, которую вы ожидаете. Поскольку это суп-пюре, я считаю, что он должен быть достаточно густым. Ну, вот показываю. То есть, в принципе, вот в ложечке он горочкой держится. Но все, опять же, зависит от ваших предпочтений. И еще одна небольшая фишка. Если будете кушать сегодня, накладывайте в тарелку, сверху свежая зелень и приятного аппетита. А если планируете доедать суп завтра, то лучше поместить его в кастрюлю, довести до кипения. Можно не кипятить, а просто довести до кипения, выключить и все. Приятного аппетита! Ну и вот мой вариант сервировки данного супчика. Сверху зелень, сырочек. Пойду пробовать. Хотя я и так уже знаю. Я... Итак, подводим итоги данного рецепта. Первое. Сколько же времени нужно для приготовления данного блюда? Ну, во-первых, все зависит от того, как быстро вы почистите овощи, положите их на противень и потом отправите в духовку. Раз. И также, ну сколько времени вам нужно, чтобы достать уже готовую овощную смесь из духовки и смешать вместе с бульоном в блендере? Ну, я думаю, это совсем немного. Конечно же, я не считаю то время, пока овощи томятся в духовке. Это справедливо. Также вариант приготовления этого супа может быть не единственный. И здесь внимание! Если вы не считаете калорий и думаете только о вкусе, тогда однозначно готовьте суп на курином бульончике, посыпайте сверху сыром пармезан или любым другим сыром, который вам нравится по вкусу, свежая зелень, кусочек небольшой сливочного масла уже в тарелку и, конечно же, крекеры или тосты. Все это сочетание будет неимоверно вкусно, поверьте мне. Ну, а если калории считать нужно или у вас какие-то другие задачи, тогда ваш путь. Те же самые продукты и ингредиенты, но бульон будет овощной, сыром пармезан, наверное, нужно будет повременить. Зелень, конечно же, да, ну а крекеры или тосты, ну, наверное, в каком-то ограниченном количестве. Здесь уже все решайте сами. Да, и еще, когда этот суп готовится, по всему дому стоит просто, ну, незабвенный аромат, поверьте мне на слово. Ну, а для тех, кто на слово никому не доверяет, просто проверьте. И если рецепт понравился, поставьте лайк. Ну и все, друзья, приятного аппетита и до следующих рецептов. Пока-пока.